здравствуйте дорогие друзья уйдем сегодня в глубины потому что началась глава шлах это глубокая такая знаете психологическая глава люди победители только что видели бога вышли спи вот они испугались того что там какие-то враги вернулись 10 разведчиков 10 принцев колен выдающихся детей своего народа и говорят что все пропало мы кузнечики в их глазах они гиганты они мы все все плачет деморализация общества все плачут все все плачут был такой арон бек у нас основатель одного из такой форм психиотерапии и вот его ученик назвал это селигман такой был назвал состояние такое приобретенная беспомощность человек все время думать я не получится у меня сорвусь бесполезно все пропало и так далее и вот это вот произошло именно с разведчиками не пришли сказали да страна с молоком и медом у нас ничего не получится к лев который шел с ним он сказал мы сделаем это они рада нет мы к моему никто народ полдухов давайте вернемся давайте все что произошло произошло ужасное даже золотой телец это то что бог прощал народу а здесь он сказал нет это поколение не войдет больше в мою землю только их потомки уже войдут это бокс милостивился пока когда бог начал просить начали хотел вообще уничтожить народ и так это оказалось самым страшным надо но нам сказали что вот это есть страшно что это когда человек приходит в этот мир он должен верить верить то что если мира хозяин всю жизнь сколько почитайте книги все века все говорят а как мы устоим против всех вокруг одни ты 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 один одна ягненок против 70 волков ну вот очень существенным для понимания является то что претензии то разведчиков были необоснованными уже позже в книге ошер мы узнаем что сами те люди перепуганные были страх написано перед ними стал и так далее разведчики были в ужасе от хананеев и совершенно упустили тот факт что сами хананеев боятся а почему так произошло и вот тут вот вот именно то психиатрия которые вас карты говорит 6 ряды ошибок серьезных ошибок типов ошибочных мышлений первое это когда мы все или ничего нас или черное или белое или плохое или хорошая нет полутонов легко или невозможно и конечно такой вердит разведчиков относительно завоевания это невозможно сразу сказали было нелегко это мы спал пробуем нет вот это ошибочный тип вы или или он конечно очень опасно для человека другой тип это то что называется отрицательное восприятие все положительное мы отбрасываем там шпионы что сказали только вот земля конечно хорошая но и поехала поехала длинная вереница некоторая подавила всех причинений третье это из всего делается катастрофа несмотря что здесь случится беда здесь случится беда что люди сказали зачем господь привел нас на эту землю только чтобы умереть это еще один ошибочный тип пошли четвертый тип это то что мы называем проникновение в мысли мы часто думаем что знаем что думают другие люди нам и что-то на самом деле они думают может быть совершенно не так и поэтому разведчики которые сказали мы кузнечики в собственных в их глазах там вообще кузнечики никто они ошибались они не знали как видят их жители этой земли пятый тип это мы не умение опровергать сказанное некоторые отвергают любые доказательства или аргументы которые противоречат их негативной мысли а вот мнение будет вот именно так знаете не 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 узнать шестое что отмечено в этом замечательном труде это эмоции когда вы позволяете чувствам они тщательном обдумывание управлять мышлением что не впадают в панику сразу все ничего не слышит ничего не видит стены до неба обратили меня как там написано они не задумывались что люди которые вот эти стены до неба может они боятся и седьмой тип это обвинение мы обвиняем все время в своем затруднительном положении там кого-то чего-то вместо того чтобы взять ответственность на себя и так поступили люди не сколь вот эти марши а ронами завели туда там лучше поставили то есть вот эти все типы мышления они не дают развиваться они не дают идти вперед и это нам говорит тора наш не учебник она говорит что есть такая терапия дальше дальше говорится он нитях цицит и говорит если их увидите вспомните обратите какой странный порядок но сначала совсем наоборот раша говорит глаза видят сердце желает сначала мы видим потом чувствуем а тора поворачивает и что она говорит учит нас мы говорим видим то чего боимся и часто то что мы думаем на самом деле не существует и вот был такой великий президент сша рузвельт и он сказал не спорю про политику и он сказал своей наградационной речи такие слова касающиеся истории с разведчиками единственное чем мы должны бояться это самого страха всегда неразумного страха который будет на нас давить отсюда и вот идея меняющая жизнь которая дана нам в этой недельной главе никогда не позволяйте своим негативным эмоциям искажать ваше восприятие мы не кузнечики за нами и против нас не всегда гиганты добить тем мир таким как он если таким как вы его боитесь и изгоняйте верой страх потому что нашей стране главное нашей стране хозяин этого мира он может все браха вы от слаха